Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 9 ноября, Православная Церковь совершает память преподобного Нестора Летописца Печерского. Преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах XI века в Киеве. Юношей он пришел к преподобному Феодосию и стал послушником. Постриг преподобного Нестора преемник преподобного Феодосия Игумен Стефан. При нем же он был посвящен во Иеродиакона, о его высокой духовной жизни говорит то, что он в числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из Никиты Затворника, впоследствии новгородского святителя, прельщенного в иудейское мудрствование. Преподобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением и покаянием. Великая бывает польза от учения книжного, говорил он. Книги наказуют и учат нас с пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. Это реки, напаяющие вселенную, от которых исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души, ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами. В монастыре преподобный Нестор нес послушание летописца. В 80-х годах он написал чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба в связи с перенесением их святых мощей в Выжгород в 1072 году. В 80-х годах преподобный Нестор составил житие преподобного Феодосия Печерского, а в 1091 году, накануне престольного праздника Печерской обители, игумен Иоанн поручил ему ископать из земли для перенесения в храм святые мощи преподобного Феодосия. Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление в 1112-1113 годам повести временных лет. Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве ноча первая княжити и откуда русская земля стала есть, так с первых строк определил цель своего труда преподобный Нестор. Необычайно широкий круг источников – это предшествующие русские летописные своды и сказания, монастырские записи, византийские хроники и различные исторические сборники, рассказы старца-боярина Яна Вышатича, торговцев, воинов, путешественников – все это осмысленных с единой строго церковной точки зрения, позволило преподобному Нестору написать историю Руси как составную часть всемирной истории, истории спасения человеческого рода. Инок-патриот излагает историю русской церкви в главных моментах ее исторического становления. Он говорит о первом упоминании русского народа в церковных источниках в 866 году при святом патриархе Константинопольском фоте. Повествует о создании славянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе. Летопись преподобного Нестора сохранила нам рассказ о первом православном храме в Киеве, об исповедническом подвиге святых варягов-мучеников, о испытании вер святым равноапостольным Владимиром и крещении Руси. Первому русскому церковному историку обязаны мы сведениями о первых митрополитах русской церкви, о возникновении Печерской обители, о ее основателях и подвижниках. Время преподобного Нестора было нелегким для русской земли и русской церкви. Русь терзали княжеские междоусобицы. Степные кочевники, половцы хищными набегами разоряли города и села, угоняли в рабство русских людей, сжигали храмы и обители. Преподобный Нестор был очевидцем разгрома Печерской обители в 1096 году. В летописи дано богословское осмысление отечественной истории. Духовная глубина, историческая верность и патриотизм повести временных лет ставят ее в ряд высочайших творений мировой письменности. Преподобный Нестор скончался около 1114 года, завещав Печерским иноком-летописцем продолжение своего великого труда. Его преемниками в летописании стали игумен Сильвестр, предавший современный вид повести временных лет, игумен Моисей, продливший ее до 1200 года, наконец, игумен Лаврентий, написавший в 1377 году древнейший из дошедших до нас списков, сохранивших повесть преподобного Нестора, лаврентьевскую летопись. Наследником агеографической традиции Печерского подвижника стал святитель Симон епископ Владимирский, списатель Киева-Печерского потеряка. Рассказывая о событиях, связанных с жизнью святых угодников Божьих, святитель Симон нередко ссылается среди других источников на летописи преподобного Нестора. Преподобный Нестор погребен в ближних пещерах преподобного Антония Печерского. Память его церковь чтит также вместе с Собором Отцов в ближних пещерах почивающих 28 сентября и во вторую неделю Великого Поста, когда празднуется Собор всех Киево-Печерских Отцов. Дорогие братья и сестры, всех, кто в крещении или постриге носят имена святых – Нестора, Андрея, Марка, Сергия и Капитолины, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Пусть всемилостивый Господь по молитвам ваших небесных покровителей дарует вам здравие, спасение, и во всем благое поспешение. Многое вам и благая лето!